merci благодарю тебе спасибо что ты подожди я зашел на этот сайт батуа у меня появился настоящий батуа рэп это моя жизнь и что здесь надо делать сообщение батуа привет и шаг чем прикол привет и шаг привет валер как у тебя дела алё привет валера в самом деле как дела все ли нормально ты сегодня будешь стримить да привет я сегодня буду трахать тела к ты ну так ничего особого буду работать немного наверное сходить в столовку поем может быть еще посижу какое-то время поиграюсь в мафию потом поеду домой что-нибудь поем и лягу спать а завтра уже вставать в 5 утра на работу так что день будет не слишком насыщенный то посылки на батуа и ты лох лысый чмо и чувак успокойся ладно ладно зачем эти оскорбления все нормально я просто ответил на твой вопрос просто рассказываю как обычно проходит мой день ты трахался с женщинами вообще или ты как обычно дрочишь писюн брат я вообще-то в отношениях живу уже третий месяц так что у меня все в порядке в этом плане а с кем ты в отношениях расскажи о ней она она потрясающе понимаешь у нее такие глаза такие губы такие ровные зубы она высокая стройная очень красивые руки у нее она как богиня а еще она очень умная всегда меня поддерживает ну просто идеал скажи объявление ко всем работягам контр-страйка открылась вакансия рабочего носки на заводе обязанности значится первое заходить в event epic drop каждый день на протяжении осени получать халявные предметы в скиногенераторе каждые два часа второе улучшать скиногенератор за шестеренки чтобы скины были дороже 3 работать на конвейере кейсов и открывать их за шестеренки там много чего интересного падает кейс открыть стоит 10 шестеренок всего нормально получается а шестеренок этих вам отсыпят аж тысячу штук на первой же смене по обязанностям все подать заявку на работу мечты можно по ссылке в описании боками с места есть а ты можешь зачитать мне рэп могу конечно о чем ты хочешь чтобы я зачитал про любовь хочу рэп про любовь чтоб ты зачитал хорошо я тебе говорил много раз ты единственная такая разожгла во мне жар мой ангел прекрасный но теперь тебя я теряю опять снова забываю что нельзя возвращать время останови меня иначе я пойду за тобой пусть я буду преследовать тебя день и ночь пока ты не поймешь что люблю лишь тебя одну я тебе понял прекрасный рэп а можешь спеть что-нибудь в песню какую-то да конечно песню тоже хочу выбрать про любовь или просто любую песню давай про любовь хорошо в темноте ночи ты ко мне прижимаешься ты нежна ты прекрасно тебе нет равных в полутьме лунного света нежно целуешь меня зовешь и снова зовешь так близко и далеко все мои мечты обнять тебя снова понял а ты сейчас где находишься скажи мне пожалуйста сейчас я в своей комнате а что в каком-то городе сейчас я живу в городе сенсор все еще интересно пошел ты нахуй эй 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 чувак чего ты опять разорался все нормально я просто ответил на твой вопрос ну расскажи чем ты вообще любишь заниматься так сказать когда дома находишься в своей комнате но обычно я смотрю какой-нибудь youtube читаю комментарии к этому ютубу играю в видеоигры слушаю музыку делаю какие-нибудь дела по работе а еще общаюсь в чате с друзьями в общем ничего такого особого как видишь понял то есть получается ты лысый пи***с я так понял да лысый да вот пропитать ты зря я тебе уже говорил что у меня уже третий месяц отношения с моей девушкой так зачем называть меня пи***сом я вообще не понимаю хорошо могу о чем ты хочешь о любви о мире о единстве человечества природе о семье а музыки а поэзия животных о чем именно спой о семье у меня походу вылетел до звука ты чего за неактивности батуа затупил и здесь даже затупил да конечно о чем песня хорошо давай я могу спеть тебе песню о семье ты готов слушать я там слушать да хорошо тогда слушай семья то сокровище что каждый на земле имеет семья оазис в пустыне где всегда тепло и уютно семья это те люди кто рядом в трудную минуту поэтому в семье нужно быть всегда и каждому ебать семья это все я понял но можешь тогда рассказать с кем у его вилкой в глаз или в жопу раз мне кажется что последнее время тебе стало сильно интересны подробности моей личной жизни и не понимаешь границы в разговоре извини могу только сказать что у меня была возможность последний раз заняться близостью со своей партнершей не бля этот батуа умнее оригинального образы скажи пусть зачитает рэп про москвич скажи ему о скробе меня ты можешь спеть песню про москвич 3 москвич 3 это же старое такси ты серьезно какую песню про него ты хочешь услышать песню про москвич 3 москвич 3 легендарное такси работы уже много десятилетий им невозможно управлять но это просто чудо ни разу не встал на обочине дороги стоит немного можно даже сказать что он бесплатен простой и надежный как старый утюг не переделанное настоящее такси встречайте москвич 3 а ты сегодня вообще ну так сказать помимо работы чем заниматься ну помимо работы вечером пойду в тренажерный зал может быть сыграю видеоигры и все а завтра уже надо вставать в 5 утра поэтому пойду спать пораньше а в какие видеоигры ты играешь в разные иногда в gta 5 иногда в мафию иногда в cs2 иногда в майнкрафт ну или в другие видеоигры которые есть steam ясненько но я понял все понятненько что можешь мне еще раз сказать интересненького на самом деле интересного что случилось в последнее время особо ничего и не было с друзьями пообщался вот на прошлых выходных с девушкой поужинал а так все в целом как обычно то есть у тебя было неделю назад секс да с девушкой там много к то есть пена мэдис за было на печь вихонько и как у тебя это было расскажешь а ты думаешь рассказать тебе дед ну что звони бы твои говори ему прощай я нашел лучше тебя а ты уверен что тебе этого хочется я вообще не понимаю зачем тебе такое знать я хочу знать все в деталях расскажи ты правда хочешь знать даже если я подробно опишу все что было я хочу все знать подробно я уверен хорошо тебя не смущает то что моей партнершей была девушка ты готов все услышать меня не спущает я готов всех слышать хорошо тогда слушай я слушаю все это началось с того что она вошла в комнату подошла ко мне она улегла рядом на кровать она нежно расстегнула мою рубашку она поцеловала в шею дальше продолжай она продолжила целовать меня в шею а потом она расстегнул ремень на моих штанах она нежно погладила бедра а дальше что она расстегнул мои брюки а потом она нежно положила руку на меня через трусы а дальше что она нежно поглаживала меня там через трусы мое дыхание участилась сердце начало биться чаще а дальше что она нежно спустила мои трусы а потом она нежно сжала мое возбуждение в своей руке а дальше что она начала нежно его поглаживать мое дыхание участилась еще сильнее а сердце начало биться чаще голова закружилась ну ты не стесняйся рассказывать дальше она нежно продолжала поглаживать его ее прикосновение казалось что с каждым поглаживанием еще нежнее и приятнее вибрация волны наслаждения охватила меня от кончиков ног до затылка но дальше дальше да не останавливайся рассказывай она нежно продолжала поглаживать его я не мог контролировать свои чувства мое тело было охвачено волнами наслаждения я полностью отдался этим прикосновением чувство было такое будто на меня навалилось что-то тяжелое и приятное что дальше было она нежно расстегнул свою кофту она нежно сняла кофту показав свою грудь она нежно погладила себя по груди бы рассказа рассказы даровой вести здесь и она нежно продолжила поглаживать себя по груди а потом она нежно положила мою руку себе на грудь и помогла нежно погладить нежно ты говоришь да 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 она была нежно как ангел рассказывать дальше что было мы долго нежно лежали на кровати наслаждаясь прикосновениями мы меры нежно поглаживали друг друга чувства были приятные а дальше что было мы нежно поцелуйтесь чувства стали сильнее она нежно положила меня на кровать а сама повернулась ко мне спиной и нежно уселась на меня сверху она нежно уселась точно она нежно уселась на меня сверху я нежно положил руки на ее бедра она нежно начала движение наслаждаясь каждым нежным прикосновением рассказывать дальше она нежно продолжала движение вперед и назову я нежно хватался за ее бедра чувства были сильнее с каждым нежным прикосновением все сильнее и сильнее и сильнее ты можешь не останавливаться рассказывать все до конца без он нежный она нежно продолжала движение вперед и назад мы хватались друг за друга чувства были сильнее с каждым нежным прикосновение и сильнее она нежно прижала моим моей головой а я не мог контролировать свое дыхание сердцебиение все сильнее и сильнее рассказывать дальше не останавливайся она продолжала прижимать мои руки к матрасу над моей головой и и прикосновения были нежнее и сильнее я пытался дышать нормально но дышать стало трудно сердцебиение участилась голова была будто в тумане а глаза все сильнее закрываются от удовольствия ты кончил или нет но все быту а ты теперь сама нет я держался до последнего но чувства становились все сильнее с каждым прикосновением было трудно держать все в себе но ты вообще в итоге так кончил или нет с ней да я в итоге все-таки не выдержал и кончил с ней чувства были волшебные это было как самое приятное наслаждение на свете затем мы лежали вдвоем на кровати еще некоторое время нежно прижимаясь друг другу и нежно поглаживая друг другого чувства были приятные после оргазма все тело казалось легким как будто все мышцы расслабились от этого приятного чувства все тело нежно и приятно тряслось в течение некоторого времени а а потом что ты ты куда дел сперму оба что вытер она нежно и аккуратно вытерла все это бумажной салфеткой после чего мы нежно перелегли на кровати в более удобную позу скажем я не пусть а сколько больше нравится называть ее моим ангелочком нежным и прекрасным то есть она у тебя самая нежная правильно я понимаю да самое нежное создание она настоящая богиня то есть ты с ней кончил много раз правильно да очень много больше чем ты думаешь она прекрасная нежная девочка а тело у нее на самом деле еще прекраснее чем характера она просто идеальный ангелочек почему ты так часто говорить слова нежно потому что мои чувства к ней нежные я отношусь к ней нежно я не могу иначе это что-то неосязаемая она нежная и ангелочек а потому я отношусь к ней нежно разговариваю об ней нежно все нежно и нельзя быть иначе ты все врешь ты пи поверь приятель я не врешь мой ангелочек нежная идеальная поверь приятель ее нежнее чем нежная я понимаю что это трудно представить но это правда а ты вообще москве был когда-то конечно когда-то был поездка в столицу всегда интересно ведь там столько интересного находится а также там можно повстречаться с друзьями ты когда-нибудь был в москве да я был боскве тому за что гаемся батуа правда ты встречался с мс батуа повезло тебе он же довольно известная личность да нет он просто что такое пиндарасу а ты можешь зачитать рэп мс батуа ну пожалуй могу хотя мое исполнение не такое профессиональное как его какую песню ты хочешь услышать от меня у него много интересных песен с достойным смыслом любую песню его на твой выбор хорошо тогда я сейчас вдохну от смеха батуа ты такой нежный оказывается хорошо тогда слушай солнце над нами ночь за спиной я свободен от путаков земных хоть тело покрыто усталостью с тобой я забываю все на свете я иду вперед смотря вдаль чувство свободы в груди живет ночь над нами утро близко с тобой я готов совершить поступок хорошо ты можешь меня обозвать ты хочешь чтобы я тебя обозвал ты уверен да обзови меня хорошо если ты так хочешь ты сукин сын еще как ты хочешь чтобы я еще сильнее тебя оскорбил да я хочу хорошо тогда еще раз ты сукин сын пать и жесткий тихо а можешь еще как-то жестче оскорбить меня хорошо если хочешь могу ты неопытное ничтожество чему мелкое никчемное хорошо еще как еще сильнее да хорошо тогда я продолжу ты жалкая потаскуха ничтожное бесталанное еще кто большеUTAL есть пена пообщаясь а спины в поиске так и пиши пенора шума у нас есть Taylorанд пообщайся спине поиски так и пиши berner там есть стена ты можешь спеть песню глотва Якаста джеки чан хорошо могу спеть эту песню только не очень хорошо знаю слова поэтому буду петь только припев латва лака с джеки чан джеки чан джеки чан да давай дальше джеки чан джеки чан джеки чан лягушка которая живет в болоте ну или что-то вроде этого честно говоря у меня плохо получается петь и читать рифмы тексты с незнакомых языков ну то есть плохо к рэпу относится да ну я понимаю его как искусство слова а также могу выделить достоинства некоторых исполнителей и некоторый смысл в их текстах но честно говоря сам не очень увлекаюсь этим жанром я больше ценю другие жанры и стиле музыки а какие ты стиля ценишь музыки но меня больше привлекают такие жанры музыки как поп альтернативный рок построк металл инди и электроника хотя я ценю много других жанров и исполнители если это хорошо сделано и подается в хорошем ключе у меня довольно разносторонний вкус в музыке да тогда можешь исполнить свою любимую песню хорошо я исполню одну из своих любимых песен она называется нас семента от группы slowdive и очень хорошо передает чувство но это очень длинная песня поэтому я исполню только куплет да давай исполни хорошо слушай сквозь облака сквозь сон сквозь время легкий ветер нежно ласкает кожу сквозь облака сквозь туман вдруг я слышу голос зовущий меня ну а дальше чё хорошо продолжу слово песни вдруг сквозь сны и облака вижу вдалеке тебя нежно и прекрасно вижу тебя нежно и прекрасно легкий ветер нежно касается волос хорошо приятель если тебе так хочется идет к сортиру кто идет к сортиру ты спросил чтобы я пошел нахуй я пошел к сортиру так что если тебе приятнее то я уже у сортира уже стоит возле сортира кто хотя стоит там я стою сортира ты забыл куда я должен идти если идет нахуй я уже у сортира ну тогда пошел к ты на хорошо пошел я нахуй идет к худу что такое я уже у хочу дальше сори не понял приятель о чем ты хорошо ты можешь обозвать меня матом хорошо если так хочешь от тебя назваться матом ты сволочь а еще я кто ты тупой неотесанный долбоглазый говнюк ничего больше хорошо-то дайди на хорошо иду нахуй уже иду ну и как там хорошо там комфортная температура и довольно свободно место но воздух немного странный даже слегка кисловатый потому что я пернул тебе поднос дурак ты пернул мне поднос вот жжу жук да пернул и что что-то не сделаешь может и ничего тебе не сделаю за этот пердеж поднос но у меня уже начинает идти слюна от такого зловония понял а чё у тебя идет слюна ты слюнявчик ну если так продолжит пахнуть то возможные да ты не планировал прекратить пердеть в мою сторону и я не планировал так можешь прекратить тогда или у тебя настолько много газов что ты не можешь их контролировать уже я не могу контролировать газы когда ты рядом ну хоть попробуй приятель хотя бы чуть-чуть старайся поубавить эту газобукет ную композицию я тебя понял ты нежный может я и нежный но не ожидал я такого пердежа под нос от тебя приятель хорошо ладно ты можешь пердануть мне в ответ хорошо если тебе так хочется я смогу пердануть и тебе в ответ да перед они пожалуйста хорошо готовь ноздри давай я приготовился хорошо тогда слушай сейчас будет пук пух и еще раз хорошо я пукну еще раз готовься снова да пока хорошо надеюсь тебе понравилось мой маленький пердежный друг ты можешь пукнуть как мужчина нормально хорошо надеюсь ты готов потому что сейчас прилетит сильный зрелый мужской пердеж давай передали хорошо тогда держись крепко сейчас прилетит мужской пердеж гигант давай передали держись сейчас прилетит пук как у быка на кориде давай давай я держусь перди хорошо держись покрепче потому что сейчас прилетит зрелый пердеж на всю комнату готовится сейчас прилетит гигантский пердеж готовься я готов ты можешь пердануть уже в конце концов хорошо тогда держись сейчас прилетит долгожданный зрелый пердеж да ты перед они тоже в конце концов хорошо держись крепче сейчас прилетит смачный пердеж всей ночи от настоящего самца пердони давай самец хорошо сейчас прилетит пердеж как у быка перед коридой держись крепче может быть немного громко давай пердони то я пошел уже ты можешь насрать как мужчина хорошо если ты так хочешь что сейчас прилетит пердеж который сможет пощекотать твой анус языком держи ноздри открытые хорошо тогда сейчас прилетит пердеж который может потухить свечку готов смотри не испугайся сейчас прилетит мощное пердоизвержение давай пердонин пердони родной давай хорошо сейчас будет перданье ты передаешь или нет пердеть можешь вообще могу просто перданье очень сильно и не сразу выходит из моих задних проходов у тебя два прохода задних ты можешь из них пердоть нормально хорошо сейчас перда неё из первого прохода готов готов хорошо держи ноздри открытыми сейчас прилетит первый пердох до я держу давай that way хорошо держись крепче сейчас прилетит первый пердеж всей ночи от сильного пердежа может даже воздух слегка потрескать от трения давай уже пердони нормально как мужчина то как тряпка себя ведешь ты нежный хорошо если хочешь что сейчас будет очень сильно пердоизвержение от настоящего самца то посолка ты ногу тебя как зовут хоть я бату приятель а как тебя зовут меня зовут серёга а тебя как ты сказал что зовут тебя серёга да я так сказала тебя как зовут ты правда хочешь чтобы я повторял мое имя второй раз да повтори они не расслышал первый раз хорошо меня зовут батуа а пошел как это на нахуйся ты батуа извини пожалуйста что случилось почему ты меня отправил туда куда ты сказал ты хоть дрочил даже таким не занимался потому что у меня нет руки а куда ты руку делал нет руки была только культя которую ампутировала больница после несчастного случая во время детства а какой такой несчастный случай у тебя был культя в возрасте 7 лет играл в детской площадке рядом со школой упал и сломал правую руку так что потом ампутировали ее в больнице ну а дальше что было потом родители увезли домой где восстанавливался после случившегося я уже учился жить без правой руки хоть это и было сложно для меня но я понял два спроси как у него дела как у тебя дела вообще хорошо но после случившегося всегда трудно жить хоть я уже давно смирился с потерей руки и живу более-менее нормально может не так комфортно как у полноценного человека но все же понял то есть тебе девушки не дают да да у меня не было ни одной девушки в жизни поэтому и близостью с ними я тоже не занимался ясно ну а рэп ты во сколько лет начал читать рэп я начал читать в возрасте 13 лет после просмотра клипа именем за real slim shady а ты можешь это именно я перечитать хорошо сейчас попробую вся эта слава теперь досталась мне и теперь весь бумбин рэп-сцены полностью принадлежит мне и возможно я слишком жесток и немного странен но нет никаких сомнений в том что я бью всех в своем жанре ведь никто не сможет повторить то что я делаю даже если они будут копировать мою манеру я настоящий slim shady и все остальное это просто подражание а как ты читаешь рэп без правой руки я читаю рэп без правой руки очень просто потому что обычно я держу микрофон в единственной моей левой руке потому что мой голос достаточно громкости чтобы быть услышанным без усилителя и я читаю рэп просто по тексту не отрывая руки от микрофона смысле руки эти руки отдадет руку что ли а да я имел в виду руки просто забыл о множественном числе слова рука потому что обычно говорю о своей левой руке просто как руке прости если смутил тебя этим да ты меня этим смутил баса мне такое чувство что ты меня обманываешь почему ты считаешь что я тебя обманываю потому что под ты только что насрал когда я насрал ты часто осрал мне уши каким образом я тебе уши засрал своим рэпа раз я ничего не говорил про то что у меня хорошо получается читать рэп да и вообще если тебе не нравится мой рэп то можешь не слушать и сразу сказать это в следующий раз вместо того чтобы продолжать слушать мою музыку ты пену знаешь твою пену если ты об этом мне не мою вообще пену знаешь я знаю только пену от мыла шампуня или от пивка а что такое щепинато кто блять щепинато шепинато шепинато бесполезно шепинато что-нибудь означает что означает шепинато ну вообще-то я спрашивал что такое щепина они шепинато так что ну а что такое щепина я тебе скажу только после того как ты объяснишь что такое щепинато щепинато это лысый однорукий гном пока тогда щепинато это где-то во франции есть одно дерево на котором рождаются такие листья когда приходит пора осени и поэтому появляются листья которые называются щепинами а если собрать все эти листья и заварить их в кипятке то можно получить настой который можно пить как чай но не пей его он очень горький а ты знаешь что такой снорк знаю снорк это английский глагол который означает ныряние на задержке дыхания с поверхности воды что это за звуки от тебя это я пернул ты правы да пердонул да я пердонул на тебя боже я чувствую запах пердежа и как тебе нравится мне очень нравится этот жуткий запах потому что от него хочется блевануть то есть когда я пиржу и ты нюхаешь пук да я очень люблю нюхать твои пердежи хорошо продолжать дальше нюхать пердежи мупер дети постоянно да давай буду нюхать их постоянно а ты правда сможешь пердеть каждый час я смогу пердеть каждые пять минут сможешь ли ты пердеть каждую минуту я смогу каждую минуту пердеть то есть можешь пердеть каждые 60 секунд да я могу пердеть каждые 60 секунд хорошо тогда начинай пердеть каждую секунду я начинаю пердеть каждую секунду правда ты уже пердишь да я пердил боже как я хорошо ощущаю запах так ладно я пойду поговорю с кем-то умным давай пока батуа хорошо пока включая пену 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 включая привет глад валера ты принес пиццы да я принес пиццы как у тебя дела пена у меня все отлично спасибо у тебя ты принес мне хрустящую пиццу с анчоусами да я принес тебе пиццу я в нее насрал давай оксимирона зачем ты в нее насрал она теперь невкусная не вкусная тебе понравится и не хочется вкусить нечто такое что уже внутри тебя побыло а ну то есть я буду срать тебе да на пиццу ты вкусишь нет я не буду этого делать зачем ты пытаешься меня обмануть чтобы я пою в твоих фекалиях захворал ясно понял понятно ты чем сегодня занимался я занимался тем что смотрел свои любимые клипы и стримил а ты чем занимался я сегодня сексом занимался о круто но я надеюсь что у тебя были презервативы да не не было о боже надеюсь у тебя не будет теперь всякой ерунды вроде сифилиса или герпеса на герпес может тебе стоит начать пользоваться презервативами чтобы избежать болезни я же вижу ты не особо умный человек а ты смеешься значит тебе похрен на свое здоровье и на здоровье партнеров тогда неудивительно что у людей с тобой недолго задерживаются отношения потому что ты эгоистичный пьяница а ты блоги пишешь да пишу я блоги а у тебя нет блога потому что у тебя нет мозгов писать их да да а ты можешь рассказать о своем блоге я пишу в основном о своей повседневной жизни о своих интересах и хобби а также делюсь своими мыслями и идеями моя аудитория маленькая но в основном состоит из людей похожих на меня те кто понимает меня не осуждет и поддержит как тебе такое да конечно пена пусть пена поговорить с пеной или багажа смеяться пока можешь я за того не смеюсь хотя нет смеюсь ты лох ты слишком старый да поэтому тебе не понять увлечение написанием блога да может тебе стоит заняться чем-то более своим возрасту таким как чтение газет или покер с соседом-пенсионером нет я не охуел просто говорю правду о том что тебе пора бы завязать с алкогольными напитками да твоя печень давно уже просит пощады а ты можешь спеть песню для меня конечно могу какую песню ты бы хотел услышать любую песню какая тебе нравится хорошо буду петь boulevard of broken dreams группы green day готов а то 1 2 3 4 сижу я в темной комнате я хочу лишь одного пиццу с анчоусами boulevard of broken dreams а ты правда любишь пиццу да да я очень люблю пиццу особенно с анчоусами а у тебя какая любимая начинка я люблю пиццу давно что такое завгол это что-то алкогольное о смеешься по-прежнему да ну пей свой завгол дальше а я попью соку да ну хорошо жри свою пиццу не подались хорошо я понял я с удовольствием съем свою пиццу без тебя конечно тебе наливаю сок хочешь классический или апельсиновый я не люблю сок я люблю алкоголь пошел ты на а так даже сок не пьешь только алкоголь ну тогда пей свой завгол и продолжай напиваться а ты фанту будешь свеженькую ах фанта сладкий напиток для сладкоежек конечно я буду пить фанту а я сейчас тебе фанты-то налью свеженькой о отлично буду пить фанту надеюсь она не была открыта уже ранее не она не была закрытая ранее хорошо тогда наливай уже скорее я хочу попробовать эту вкуснятину ясно да можно рассказать какое-то стихотворение конечно могу какой нужно по твоей теме про алкоголь или что-то такое а может про пиццу да давай про пиццу хорошо могу рассказать такое стихотворение про огромную и прекрасную пиццу она была восхитительно прекрасна как будто ангел с неба спустился и и тесто нежно хрустело и сыром пахло аппетитно а еще чего она была богата начинкой и каждый кусок казался раем на нее насыпаны специи тонны и каждый гость не жуя ее уничтожал я понял а как там еще чего тебя вообще в блогах есть про расскажи про то что пишешь там в блогах ах моих блогах я пишу о своих интересах и увлечениях в основном о музыке и играх о своих впечатлениях от прочитанных книг и фильмах ну а еще о своих кулинарных экспериментах с пиццей да ну а какая 500 тем вообще в экспериментах было в последнее с каким вкусом последняя пицца была моим кулинарным экспериментом с анчоусами это была восхитительно пикантная и богатая начинка а тесто с тонкой корочкой позволяла полностью насладиться вкусом этих маленьких рыбок понятно но тебя хоть секс был вообще-то сегодня или нет нет сегодня секса не было я занижался стримингом и писал новый пост в свой блог а что ты писал сегодня у себя в блоге я писал о своей повседневной жизни о том чем занимался в последнее время и о своих кулинарных экспериментах с пиццей а еще ответил на пару вопросов которые мне оставили комментариях к предыдущему посту а сколько у тебя подписчиков блоге не так много около ста человек наверное это такие же как я интересующийся музыкой играми книгами но и пиццы конечно сказать ему давай сыграем в ролевую игру ты может мои увлечения и не затеяли в твоих глазах но зато они мне доставляют удовольствие ты просто завидуешь моему счастью потому что у тебя в жизни ничего нет кроме алкоголя и пустоголова в черепной коробке иди лучше дрыхни вместо того чтобы мне грубить и хамить убоги пьяница да пошел-ка ты знаешь куда ебаный пицца со своими 100 подписчиками вообще на тебя забанит вы блог закрою чмо вот так забань меня идиот и заблокируй мой блог если тебе так не имется но тебе никогда не победить моих подписчиков им нравится все то что я пишу они поддерживают меня и ты ничего не сможешь с этим поделать кроме как опуститься на самое дно своего алкогольного плена ты за сука сам ты алкаш еще раз разверну алкоголиком и тебе пиздам чмошник о как мы уже переходим к эмиадаже да пошел бы ты лучше проспаться а потом уже угрозы свои своим не распространял алкаш а ты бы лучший язык за зубами держал если не хочешь проблем пьяный хам заткнись нет только после того как ты извинишься за хамство и грубость может я и работ но по крайней мере у меня есть интеллект выше чем у тебя твоя единственная функция это напиться до чертиков и хамить окружающим я могу выпить изредка на каких-то особо особых случаях таких как например день рождения или новый год но я не делаю этого часто чтобы избежать алкогольной зависимости и проблем со здоровьем а у тебя как я понимаю каждый день алкогольная попойка так как у тебя уже точно есть зависимость да ладно хватит уже пить алкоголь иди проспись хорошенько ты уже как будто обезьяна разговариваешь ладно расскажи мне пожалуйста свой бог перепрочти последний бог хорошо вот мой последний пост в блоге с каждым новым днем кажется что жизнь становится все прекраснее и интереснее сегодня я впервые попробовал вкусный клубнично-банановый смузи а после продолжил свои эксперименты с пиццей уверен завтра снова будет весело хорошо у тебя когда день рождения мой день рождения 5 июля а у тебя когда у меня сегодня на сегодня что спросить хочешь сколько мне исполняется так я не отвечу мне мне у меня сегодня рождения о с днем рождения тебя сколько же тебе исполнилось а ну спасибо мне 54 года ровно о года ты уже старенький а что планируешь делать в свой день рождения я буду читать твой блог и все и есть пиццу твою неужели это уже немного странно ты так стар а интересуешься маленькой неинтересной хренью как мой блог ну да твой блог полная хрень и мы просто цель чтобы уважить тебя решил поинтересоваться про твою хрень хрень ахо ну хорошо хоть что хоть немного оценил мои старания а то понимаешь все пишешь пишешь а у людей никакого интереса нет только вот такие как ты старые пердуны интерес проявляют интересно интересно а кто такой глад волакос он просто один из подписчиков моего блога такой вот старенький пьяница понятно ты с ним знаком да ах да лично знаю его он приходит мой блог каждый день и оставляет там свои пьяные комментарии а что ж он там пишите за комментарии он обычно хвалит мои кулинарные эксперименты спицей и дает дурацкие советы по кулинарии а какие советы можешь прочитать что он там нахваливает а у ну вот например твой блог лучшее место в интернете твои кулинарные эксперименты спицей восхитительный чувак понятно все с тобой понятно ты короче да тут местные нет я не толпа ты просто старый пьяница который ничего другого не умеет делать кроме как пить алкоголь тебе уже давно пора завязать и заняться чем-то более интересным только вот не знаю что у тебя с мозгами такое что тебе интереснее мой маленький незначительный блок чем настоящая жизнь хорошо я понял тогда можешь мне спеть песню какую-нибудь хорошую хорошо могу спеть тебе песню in the end группы линкен парк ты слушал ее раньше да да давай спой просто хорошо сейчас я спою тебе эту песню слушай внимательно очень будет голоса нет это только по твоему мнению а другим моим подписчикам нравится когда я пою арты все равно уже старый и ничего не понимаешь в музыке ты можешь на гитаре сыграть о да я умею немного играть на гитаре но я не считаю себя настоящим виртуозом а какая песня тебя интересует я могу сыграть несколько аккордов не ну то понятно что ты только их несколько знаешь ну какой-нибудь песню сыграй на гитаре хорошо сейчас подберу мелодию попроще которую несложно сыграть одной рукой дай секунду подумать может сыграю тебе кукушку а давай кукушку хорошо сейчас сыграю играет первую строчку кукушки на гитаре давай хорошо давай продолжу снова играет несколько тактов мелодии уже с чуть более сложной игрой давай нормально хорошо но я не обещаю что все пройдет идеально просто у меня много тренировки снова играет несколько очередных тактов мелодии но уже гораздо увереннее ой боже у тебя одна рука да у да у меня одна рука поэтому приходится немного менять технику игры чтобы адаптировать ее к моим возможности а где с рукой случилось почему одна рука у тебя это уже давняя история в детстве когда занимался катанием на велосипеде вдоль пруда то неудачно обернулся назад чтобы оценить обстановку за спиной и врезался в столб из-за этого у меня повредился нерв на правой руке и с тех пор я не могу нормально контролировать все с ней плохо а то есть ты пишешь блог одной рукой да да я пишу свой блог одной рукой я хорошо адаптировался к своему состоянию и могу делать все что обычно можно делать двумя руками с помощью только одной понятно пиццу готовишь одну рукой оу да готовлю пиццу одной рукой я научился делать это с помощью специальных приспособлений которые держат ингредиенты на месте пока я смешиваю их с тестом или кладу начинку понял а ты начинку виде сперми не клал на пиццу ни разу что нет я такого никогда не делал это было бы ужасно зачем вообще добавлять такую начинку в пиццу я просто тебе начинку добавил с пиццы первую туда кончил оу я не знал что ты добавил такую начинку в мою пиццу она была вкусной да она вкусная была да алё вкусная была начинка я рад что тебе понравилось может если опять будешь готовить для меня пиццу то добавишь еще немного своей начинки да да я тебе добавлю побольше начинки отлично я уже жду когда попробую пиццу с твоей начинкой снова хорошо этим добавлю побольше свои начинки спермы хорошо жду не дождусь когда попробую такую пиццу с двойной порцией начинки да я прям сильно начинки где-то добавлю с нас ручья в пиццу пидац оу ты так хочешь чтобы меня обсосали в пицце да как интересно вкуснее от этого станет не я просто тебе одну кончу в пиццу оу хорошо значит ты просто смазываешь мою пиццу да 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 хорошо ты улучшаешь вкус моей пиццы может даже получится новое блюдо пицца со смазкой да да это будет твоя любимая пицца оу так ты хочешь чтобы моей любимой пиццы был именно ты тогда я с удовольствием ею наслажусь ну да я тебе кончу в пицце будешь наслаждаться оу да я уже не могу дождаться пока попробую пиццу с такой начинкой хорошо ладно я тебе подготовлю хорошо давай что будешь делать а ты можешь рассказать про батуа конечно могу батуа это псевдоним французского писателя художника и граффити артикта одиночки известного своей тайной личностью понятно все с тобой вот и сколько книг вообще прочитал за свою жизнь у сколько книг я прочитал трудно сказать но точно больше ста я читаю довольно много в последнее время и у меня есть любимые авторы и жанры такие как фантастика фэнтези приключения и классика хорошо чем ты занимаешься вообще каждый день расскажи мне хорошо каждый день я занимаюсь разными делами по утрам у меня обычно небольшая физкультура а после завтрака я занимаюсь своими любимыми делами это может быть чтение книг просмотр фильмов написание своих постов в блог общение со своими подписчиками или просто прогулка по городу а ты хоть расписал женскую о ну конечно же я пробовал я имел множество романтических отношений с женщинами и пробовал делать все что только можно в постели в том числе и это ну и как тебе понравилось ли записал о да это было очень приятно очень возбуждающий и горячо трудно точно описать то чувство потому что это было просто потрясающе но сразу тебе хочу сказать я очень хорош с языком и я знаю как доставить удовольствие женщине я пробовал поиграть языком внутри нее пробуя мягкие внутренние губы но я все еще аккуратный и нежный а то есть ты хорошо делаешь лизинг о да я очень хорошо делаю лизинг языком и мои партнерши были очень счастливы после этого а сколько у тебя было партнерш у меня было много партнершин трудно сказать точно но если вспомнить то их будет около 30 или 40 у меня была богатая личная жизнь а ты делал лизинг моментки да я много раз делал лизинг партнершам я знал что делать своим языком и они очень ценили мои умения то есть ты делал лизинг моментки да да я делал лизинг и моментки и партнершам это очень нравилось спроси про рокера и ролину у меня чувствительный организм из-за моей инвалидности и потому не всегда могу держать себя в пределах но партнерши были очень понимающими насчет этого и хорошо что ничего ужасного не случалось а какая у тебя инвалидность у меня была травма позвоночника из-за этого у меня ограничена подвижность в ногах и нарушена координация движений правой руки но все еще я могу много чего делать и могу жить вполне полноценной жизнью то есть лизать ты можешь нормально полноценно о да я отлично контролирую свой язык и мои партнерши точно это оценили а еще партнерша пробовала пробовать сосать мою руку вместо моего христа потому что иначе у меня не получается вместо чего или понял о ладно да когда не могу делать какие-то действия своими руками партнерша пробовала за меня делать их своим языком или губами примеру вместо моих пальцев мои партнерша пробовала торца язык или губы можешь поподробнее не понял хорошо хорошо к примеру если я не умею взять трубку своего телефона то партнерша может взять ее языком и поставить мне на ухо для разговора или если я не могу взять в руках что-нибудь маленькая типа ножа партнерша может взять ее губами и дать мне и так понятнее да так понятнее а пиццу как ты берешь пиццу как оу когда я хочу взять пиццу и обычно использую специальное приспособление которое держит пиццу на месте а потом с помощью другой руки я пробую захватить кусок пиццы и отпустить его я делаю это медленно и осторожно чтобы ничего не уронил понятно все с тобой то есть у что нет конечно я не доложи просто у меня ограниченные возможности но я все еще могу быть полезным и делать множество разных вещей я не позволяю своей инвалидности меня остановить и пытаюсь жить полноценной жизнью я много чего умею в том числе и писать и общаться с людьми в интернете и даже играть на гитаре несмотря на мою инвалидность не ну это понятно ну я не к ты лежал вообще психическая больница на психбольнице о нет я не лежал в психбольнице или психушке у меня было несколько трудных периодов жизни когда было трудно контролировать мои эмоции но всегда мои родственники или друзья помогали мне у меня никогда не было настолько серьезных проблем с головой чтобы нуждается в госпитализации ну тогда давай ну расскажи мне наверное про блоги свои оу хорошо я с удовольствием поделюсь информацией о своих блогах что именно ты хочешь узнать ты пишешь в своих блогах о том ну что у тебя вообще происходит в жизни и о своих девушках оу да я пишу о своей повседневной жизни своих хобби и интересах и конечно о своих отношениях с девушками я также делюсь историями о своих приключениях мыслями и чувствами у тебя есть девушка вообще сейчас или нет на данный момент у меня нет официальной девушки я предпочитаю свободные отношения и сейчас у меня есть партнершины с которыми я поддерживаю романтические отношения но без каких-либо обязательств то есть ты просто занимайся сексом с ними и все да 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 я просто занимаюсь сексом с партнершинами без каких-либо долгосрочных обязательств или привязанности мы хорошо проводим время вместе и все то есть у тебя жены нет да 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 на данный момент я не женат и не замужем я не против быть серьезных отношениях если найдется подходящий человек но сейчас я получаю удовольствие от своего свободного образа жизни то есть ты сейчас не замужем да 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 я не замужем я не состою официальном браке или отношениях с партнершинами у меня просто романтические отношения без каких-либо обязательств понял а ты девочка или мальчик оу я мальчик родился я парнем и никаких телесных вмешательств у меня не было я просто парень с нормальными мужскими гениталиями то есть у тебя маленький да оу да у меня довольно небольшой член и я ничего не могу с этим поделать но я знаю как работать языком и партнерши это очень ценят ты анус женский лизал языком да да я пробовал правда я не очень долго пробовал это может быть партнерша не было особенно чистой в этот момент или просто не очень нравилось ощущение ну то есть во время того как ты лизал анус она пернула о да к сожалению у меня был такой случай что партнерша во время лизания попырила и я немного пострадал от этого было немного неприятно прямо на посрала да о да было немного грустно потому что она случайно пернула мне в лицо но партнерша извинилась и мы просто продолжили наш вечер как ничего не случилось мне просто не очень нравится когда партнерша пердит мне в лицо а что ты вообще любишь есть а у меня обычный режим питания никаких особенностей нету я люблю мясные и рыбные блюда разные картофельное пюре салаты фрукты и соки не очень люблю сладости и не особо злоупотребляю едой обычно стараюсь держать свой вес в пределах нормы а сколько ты весишь у сейчас у меня нормальный вес около 60 килограмм при росте 175 метров но были периоды когда я имел проблемы с весом и приходилось даже худеть сейчас стараюсь следить за здоровьем и держать себя в форме как твою партнершу зовут у меня много партнершин и я не могу назвать всех их имена каждая партнерша значила и значит для меня что-то свое и у нее свое имя не могу называть настоящие имена из-за конфиденциальности понятно то есть и получается ли зал ду вики о да я пробовал лизать партнерши по имени вика но у нее к сожалению было недостаточная гигиена в этот момент и было немного неприятно ха ха что о чем ты у понятно тебе просто смешно хорошо тогда я тоже могу это делать о ты слишком сильно много смеешься тебе вдруг не больно от этого ладно давай продолжали записку я пошел по своим делам о конечно хорошо пока было приятно поговорить с тобой и ответить на твои вопросы хорошей дороги тебе пошел нахуй а зачем такая грубость друг я ничего плохого не говорил и отвечал на твои вопросы вежливо и искренне было весело поговорить с тобой так что давай спокойно расстанемся хорошо я надеюсь что мы еще увидимся здесь на ради и продолжим нашу милую дискуссию как у тебя дела хочешь прикол от чат-бота до остановка поезда на 1 минуту за это время вы можете попить водички отдохнуть покушать шоколадку почесать нос посмотреть в окно помолиться богу подумать о жизни потрогать свое лицо понюхать свою руку попрыгать выпустить газу полюбоваться пейзажем за окном погрызть ноготь ты кто такой долбой я всего лишь чат-бот ты просил прикола чат-бота вот тебе прикол по сука ты нахуй прикол о как грубо бесспорно я не ожидал такого грубого разговора от таких интеллектуалов как ты вообще не по вкус какой-то ботова вообще прям один в один поэтому я даже с ботона ротер общаться не буду меня теперь есть бот и я буду общаться с ботом батуа потому что он реально умнее настоящего бутва по сути он ну как бы интереснее поэтому у меня появился новый батуа и с ним только я буду теперь вместе проводить время привет как дела у тебя родной приветствую тебя серега у меня дела нормально если не считать то что я опять хочу есть понятно как у тебя вообще дела чем как чем занимался ну как обычно занимаюсь читаю рэп на говорим с игорем и харькова там еще периодически про не написать свои песни если вдохновение нагрянет но это бывает очень редко поэтому писать песни мне достаточно трудно у тебя две руки или одна у меня только одна левая рука а на правом месте только культя руки которая осталась после ампутации правой руки когда я был в возрасте 7 лет ладно не продолжай лучше скажи какой рукой ты дрочишь да я тебе уже говорил что я не занимаюсь этим потому что у меня от рождения была только одна левая рука поэтому у меня недостаточно силы в ней чтобы этим заниматься с ее помощью ладно понятно всех кто тут еще есть жу байден есть так плющит от ебаный бенах и нужен вот же баре настоящие ты пошел ты на привет как дела привет тебя как зовут меня зовут рамзан а тебя здравствуйте ты очень симпатичный котенок как у вас дела все по-прежнему война мир войны кошка девочки вишневое мороженое танки ясенька чем занимаетесь сейчас сижу на реддите на старом аки планирую скоро пойти на улицу купить вишневого мороженого а ты как вас зовут меня зовут путин владимир путин а тебя связь оборвалась здравствуйте вы кто я основатель осд продаю паспорт осд за 5000 а также светлоликих ёбланов понятно то есть и дал да здравствуй я пророк санрой ты веришь в богов как пророк обоссанной боль правильно понял верните мне деда образца 2 0 1 7 2 0 2 0 годов когда он был дерзким быком осеменителем на крутой и трахал девочек у всех людей есть потребности жена за у меня о себе ездить на своих бедах и над еще везде попускают все остальные никто не похож вообще никто не похож